Можно ли набрать жир от переизбытка белка? Да, я часто объясняю про дефицит энергии или профицит. То есть, если есть меньше, чем мы потребляем, то мы будем худеть. И наоборот. Но с белком достаточно тяжелая тема. И от переизбытка белка достаточно тяжело набрать жир. А если тебе нужна помощь в подсчете калорийности и БЖУ для похудения или для набора веса, переходи в мой телеграм-канал, там вся детальная информация. Начнем с того, что у нас есть два основных источника энергии. Это жиры и углеводы. Белок это второстепенно. В теории белок может превратиться в жир. Сначала белок перейдет в глюкозу, а потом в жир. Но не все так просто. Переработка белка для нашего организма очень затратный процесс. Он затрачивает до 30% на переваривание белка, который мы съели в пищу. То есть, если мы съели белка на 1000 калорий, 300 калорий пойдет на его переработку. Поэтому набрать жира тут достаточно тяжело. Также есть исследование, где люди набирали вес на высокобелковой диете. Но чем больше они потребляли белка, тем больше они набирали мышц. Такой эффект, он коротковременный при переизбытке белка. Но в данном исследовании люди не тренировались. Но есть другое исследование, которое противоречит первому. Где уже тренирующиеся атлеты ели больший процент белка в своем рационе. И он показал, что они сжигали больше жира и также наращивали больше мышц. Подведем итоги. От переизбытка белка очень тяжело набрать жир. Поэтому даю вам совет. Когда вы на диете, увеличьте процент белка в вашем рационе. Тем самым вы будете тратить больше энергии на его переработку. Вы будете всегда сытые. Тем самым вы меньше голодаете. И ваша диета проходит более эффективно. Ведь диета более эффективная та, которой вы можете долго придерживаться.